Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге Ездры. И сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. В комментариях на эту книгу так описывается содержание этой главы. Впервые мы сталкиваемся с драгоценным именем Ездры в заглавии данной книги, но в истории впервые встречаемся с ним только в данной главе, которая представляет его государственным деятелем во время царствования Артаксеркса. Можно предположить, что к тому времени Зарвавель и Иисус состарились или даже ушли в вечность. Мы также ничего не слышим об Агеи и Захарии. Они закончили свое свидетельство. Что же будет с делом Божьим и Израилем, когда эти полезные инструменты отложены в сторону? Доверьтесь Богу, который имеет дух, чтобы поставить других вместо них. Изра, представленный данной книгой и книгой Наимия, был полезным человеком для своего времени. Он выполнял свое предназначение перед Богом. В этой главе описывается сам Изра и его поездка в Иерусалим ради общественного блага. Это с 1 по 10 стих. Представлена копия поручения, которое Артаксеркс дал ему. Это с 11 по 26 стих. Ездра благодарит Бога за это. 27-28 стих. Следующая глава более детально описывает его единомышленников, путешествия и прибытие в Иерусалим. Надо сказать, что Ездра – это одна из центральнейших фигур Ветхого Завета, наряду с Авраамом, Моисеем и Давидом. Ездра считается великим реформатором еврейского народа, которого заслуга заключается в том, что он вернул людям закон Божий и вернул закон Божий как именно Господне руководство к действию. Это великий патриарх на оси своего народа. И мы читаем 7 глава 1 стиха ниже. «После сих происшествий в царствование Артаксерса царя Персидского Ездра, сын Сыраи, сын Азария, сын Хелкия, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амария, сын Азария, сын Марайова, сын Захария, сын Узия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финеса, сын Елизара, сын Аарона Персвященника». Почему здесь дается такое подробное родословие – «Генезис Ездры»? Этим подчеркивается важность преемства веры. В исторических христианских церквах преемство веры – это списки рукоположений, которые от апостольских времен до наших времен устанавливают преемство и сохранность веры. И в исторических христианских церквах очень дорожат этим преемством веры, потому что это достоверное свидетельство об истинности сохранения веры. И далее. «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевым, который дал Господь Бог Израилев». Здесь Ездра назван соферим, то есть книжник, но не в том смысле, что он был переписчиком книг. Поэтому далее объясняется другое значение этого слова – соферим, книжник, сведущий в законе Моисеева. То есть он очень хорошо знал закон Божий. Правда, для этого иногда требовалось переписать несколько раз весь этот закон. Так, в законе о царях мы находим указание, что когда человек становится царем, он должен переписать весь закон Божий, то есть пятикнижие. Потому что в процессе переписки по правилам переписки, это сложные правила, человек лучше усваивал тонкости закона. Поэтому он здесь назван книжником, не потому что он зарабатывал через переписывание книг священных, а он был сведущ законе Моисеевым, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, то есть его уважал царь языческий. В Новом Завете сказано, что кандидат на рукоположение должен иметь свидетельство от внешних. Что это значит от внешних? То есть от неверующих или от представителей других религий. Прежде всего, имеются в виду соседи. Например, человек может очень хорошо себя рекомендовать нам в христианской общине, а на проверку выяснится, что он плохой сосед для неверующих соседей. И это основание его не рукополагать, отказать ему в священстве. «Дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним». И царь, скорее всего, это чувствовал и понимал. «С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и священников, и из левитов, и певцов, и привратников, и нефенеев в седьмой год царя Артаксерса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Вот в каком случае рука Бога будет над священником. Если он сам изучает Слово Божие, закон Божий, и преподает его народу, вот в этом случае особое благословение Божие будет над таким священнослужителем. Далее идет с 12 стиха по 26 текст письма, которое Атаксерс дал Ездре. 11 стих сообщает, и вот содержание письма, которое дал царь Атаксерс Ездре, священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Это как бы рекомендация от царя, это указание на то, что надо делать для храма, и это памятка самому Ездре, что от него ждет царь, его правитель. Мы не будем целиком зачитывать это письмо, потому что многое из того, что здесь написано, мы уже знаем. Царь перечисляет, что надо взять с собой, какие богатства, какие сокровища и так далее. Но вот далее, в окончании этой главы, дается благодарственная песнь Ездре. Вот для нас она очень интересна. Ездр благодарит Бога за то, что он его призывает для служения в Эрец-Исраэль, то есть в земле Израиля, и то, что Господь расположил сердце царя, царь позаботился о нем, дал сопроводительное письмо, и то, что Господь послал ему помощников, которые с ним пойдут, и они будут совершать свое служение перед Богом на своей исторической родине. И вот 27-28 стих – это благодарственная песнь Ездры, которая раскрывает перед нами его религиозное сердце. «Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме». Сначала произносится «баруха», это слово «барух», «благословен», «благословен Господь, Бог отцов наших». Казалось бы, меньшее не может благословлять большего. Наоборот, большее благословляет меньшего. Как же человек может благословлять Бога? Однако в псалмах Давида мы встречаем такие молитвы «благослови душе моя Господа», восклицал древний царь над евреями Давид. «Помяни Господи царя Давида и всю кротость его». Эта молитва «баруха», она означает, что человек просит Бога, чтобы его жизнь состоялась перед Богом как благословение Бога и благословение Божие. Поэтому библейская традиция устанавливает, что да, это был такой способ прославления Бога. Ну, например, если верующий ведет себя плохо, апостол Павел пишет «Ради вас имя Божие хулится среди язычников». Это печально. А если верующие ведут себя хорошо, то имя Божие благословляется даже среди язычников, как и Христос говорит. «И тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли, то есть благословляли Отца Небесного». Итак, он молится. Это благодарственная песнь «Баруха». «Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа, Бога моего, была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною». То есть царь Вавилонский, царь Меллах, князья Вавилонские, Сарим, все оказались на стороне Ездры. Они заняли сторону Бога. Иногда получается так, что неверующие, вольные или нет, занимают сторону Бога. Это трудно понять, трудно объяснить, но такое бывает. Помните, как Христос говорит? Один сказал «пойду» и не пошел, а другой сказал «не пойду, но пошел». Неверующий, который делает какое-то благое дело, это человек, который говорит Богу «не пойду, но жизнью своей». он не отрицает Бога. Вот мой покойный духовник, отец Дмитрий Дудко, даже говорил, что если неверующий жертвует своей жизнью, то в глазах Бога это больший подвиг, чем нежели верующий жертвует своей жизнью. потому что, когда верующий жертвует своей жизнью, он имеет в виду награду в жизни будущей. Неверующий не имеет в виду никакой награды. Он просто жертвует своей жизнью, теряя все, как он думает. Поэтому Бог будет оценивать каждого из нас не только по нашим словам. Даже наша вера не является чем-то особенным. Сказано «бесы веруют и трепещут». А что им дает их вера? Ничего. Ибо вера без дел мертва. И это благословенная молитва Ездры, хотя он благодарит как бы вот Бога, ты там и царя ко мне расположил, и князей, но это и молитва за царя, и за князей. Потому что христиане молятся за ту власть, которая нам дана. Или в наказание нам, или как благословение. Итак, сегодня мы окончили изучение седьмой главы книги Ездры, первой книги Ездры. И если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать восьмую главу этой книги. Братья и сестры, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию, о новых беседах. Спасибо вас, Господь. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok